Подлиза Его дразнили под Лизой Но это уже было в шестом классе Когда пришел новый учитель русского языка Феликс Его за глаза все называли Феликсом Хотя у нового учителя было и имя и отчество Феликс Петрович Вот из-за этого Феликса Сережу Сорокина стали дразнить под Лизой Когда учитель вставал Чтобы стереть с доски глагола или местоимения Сережа Сорокин срывался с парты И буквально вырывал из рук Феликса тряпку После контрольной Он добровольно сопровождал учителя до дома Волоча за ним тяжелую стопку тетрадей Зимой помогал ему надеть пальто Ходил за учителем как тень Получая за это от одноклассников Град насмешек Ребята дразнили товарища И вместе с тем искали объяснение Почему это вдруг нормальный парень-голубятник Способный избежать Сорока Подраться Почему он стал под Лизой Было известно, что с грамматикой У Сережи Сорокина дела обстояли неважно Не потому ли, рассуждали товарищи Сережа Сорокин стал под Лизой Чтобы поправить дела с русским письменным Но когда в очередном диктанте У Сережи появлялась ненавистная горова через А Учитель решительно ставил двойку Опустив глаза и рассеянно прижимая к груди И злосчастную тетрадку Сережа возвращался на место А ребята хихикали и пожимали плечами Эй, подлиза, подмигивал ему круглолицей Васек Стараешься, стараешься, а в тетрадке пара Сережа Сорокин морщился от подлого смеха, как от яркого света И, погрозив Ваське кулаком, молча садился за парту Ему было нечего сказать в свое оправдание Но, несмотря ни на что, он оставался вверен себе Надо сказать, что учитель, по-видимому, сам испытывал неловкость от такой опеки Отказывался от помощи «Беги, я сам! Зачем тебе сносить насмешки?» Пусть упрямо говорил мальчик и просовывал руку в шершавые варежки Под тугую бечевку, которые были связаны тетради Феликс Петрович не раз предлагал Сереже свою помощь Но мальчик категорически отказывался «Я сам! Я приналягу! Я добьюсь!» – заверял он учителя Однажды вездесущий Васек встретил учителя и его верного спутника на улице Они быстро шли рядом Учитель что-то рассказывал подлизи, а тот внимательно слушал и тащил подмышкой стопку тетрадей Васек пошел за ними след в след «Эти звезды такие плотные, что притягивают к себе все, что их окружает», – рассказывал учитель, шагая по заснеженной улице «Даже собственный свет они притягивают, и мы не видим никаких излучений Эти звезды черные Их называют черные дыры Черные дыры», – воскликнул Сережа Сорокин «Почему?» – «Потому что все проваливается в них И наша Земля может Если бы наша Земля приблизилась к такой сверхплотной звезде Звезда бы притянула ее и поглотила Но, по счастью, черные дыры далеко от нас Это хорошо, что далеко, – обрадовался Сережа Как будто опасность провалиться в черную дыру непосредственно угрожала ему Восек пришел к твердому выводу, что Сережа Сорокин подлизывается к учителю Чтобы тот рассказывал ему разные небылицы Черные дыры придумают тоже Когда начинает накрапывать дождь На желтом приозерном песке появляются темные пятна И берег становится похожим на шкуру пятнистого зверя Может быть, на самом деле разлегся такой пятнистый у воды И это не волны ритмично поднимаются и опускаются А дышит спящее животное Так рассуждал Сережа Сорокин, шагая в лес за брусникой Дождь мочил ему плечи и волосы Следовало бы вернуться домой, но Сережа прибавил шагу И вскоре очутился в лесу Лес был низкорослый и болотистый Брусники было много Она пылала рассыпанными по земле искрами Надо было только почаще наклоняться Неожиданно в чаще хлопнул выстрел Он разнесся по лесу гулким щелчком пастушьего кнута И отозвался в сознании мальчика тревогой Сережа невольно зашагал в сторону выстрела Потом раздался еще хлопок, еще Тревожное предчувствие подстегнуло мальчика И он побежал И вдруг совсем близко услышал знакомый голос Я вас не боюсь Вы меня боитесь, ружье выставили Это был голос Феликса Петровича Мальчик узнал его Он прыгнул с кочки на кочку, раздвинул ветки И увидел учителя Феликс был бледен Глаза его лихорадочно горели Левой рукой он поддерживал за запястье правую Перед ним стояли двое с ружьями, взятыми на изготовку Один повыше ростом в болотных сапогах И в засаленном картузе, годном на все случаи жизни Другой пониже и поплотней В кожаной куртке Иди своей дорогой Глухо сказал тот, что повыше Я бы пошел, да вы на моей дороге стоите Никак не пройти мне, ответил учитель И бить вам белок я не позволю Люди их с рук кормят Ладно, разговаривать, крикнул высокий Уйдешь ты или нет? И он поднял ружье Сереже Сорокину Захотелось упасть на землю Зажмурить глаза и закрыть уши Чем он мог помочь учителю? Ружья у него не было И силы не те, что у тех двух Но Сережа почувствовал, что должен Должен и все тут Дрогнули ветки явника Горошинками посыпались капли дождя На дорожку бесшумно вышел мальчик Он не кричал, не бежал, не размахивал руками Просто появился нежданный, промокший С волосами прибитыми дождем, как трава В руке лукошка с пламенеющей брусникой Это ты? Произнес учитель И в голосе его прозвучало скорее удивление, чем радость Много набрал Браконьер опустил ружье Некоторое время все четверо стояли молча Что мог изменить этот хрупкий, посиневший от холода мальчик? Но самого его появления оказалось достаточно, чтобы заставить отступить тех двух Теперь уже не мог произойти несчастный случай Кроме березок, кочек и кустов дурман травы появилась живая душа Черт с тобой! Выругался мужчина в болотных сапогах и пошел прочь А сами мясо за обедом едят за обе щеки Пробурчал его напарник, вешая ружье на плечо Учитель и ученик стояли на дорожке и смотрели им вслед Ты настоящий друг, сказал учитель Но мальчик покачал головой Разве может ученик дружить с учителем? Не разрешается Меня же под Лизой зовут Как не разрешается? Кто может запретить человеку дружить с человеком? Учитель положил руку ему на плечо И они зашагали домой Никто бы не услышал о случае в лесу Но вскоре браконьеры забили большого зверя Попались, их осудили Учителя и его маленького друга вызывали в суд в качестве свидетелей Так вся школа узнала, что Сережа Сорокин, он же под Лиза Спас жизнь учителю Не побоялся вооруженных браконьеров Все ждали, что теперь что-то изменится Кончатся двойки Каково же было разочарование ребят Когда Сережу Сорокина не перевели в следующий класс Из-за русского письменного Велели все лето готовиться, чтобы осенью писать контрольный диктант Класс гудел от негодования А еще говорили, дружбу у них горячились ребята Лишь два человека не принимали участие в этих пересудах Не обращали внимания, будто их это вовсе не касалось Этими двумя были Сережа и Феликс Петрович Не было у них друг к другу претензий, не было обид И жили они по каким-то своим правилам Только накануне лета произошел у них откровенный разговор А до этого они ни разу не выясняли отношений Вот что, брат, сказал Феликс Петрович Я никуда не уеду Буду готовить тебя Я так решил Нет у вас времени, вдруг сказал Сережа Вам надо ехать лечиться Лечиться? Светлые и рыжеватые глаза учителя удивленно уставились на мальчика Все ты решил, что надо? У вас рука болит, правая Я вижу Вам больно вытирать доску И нести домой тетради тоже больно Учитель поднял на мальчика глаза полное удивление Этот Сережа Сорокин Не прожил долгую жизнь И не успел накопить опыта Но у него был дар замечать то Чего не видят другие Проникать в сокровенные тайны человека И спешить на помощь А его еще дразнят под Лизой Я был альпинистом Неожиданно открылся Сережа Феликс Петрович Мы спасали пятерых товарищей Поднимали их замерзших из щели Я тогда здорово сверзился Двойной перелом правой руки и прочее там Я знал, что вы необычный человек Сказал мальчик Не выражая при этом никакого удивления Поэтому вы и молчали Боялись, что начнут жалеть Учитель оторвал левую руку от правой И провел ладонью по своим рожеватым вьющимся волосам А потом энергично потер лоб Словно хотел разгладить морщины Мне трудно ставить тебе двойки Сказал он, отводя глаза от мальчика Знаю Это Сережа Сорокин действительно знал Но больше вам не придется Уйдешь в другую школу В голосе учителя прозвучал испуг Мальчик покачал головой Кто ж тогда будет вам помогать? Учитель долго молчал Потом он сказал У меня скоро заживет рука И я снова отправлюсь в горы Хочешь, возьму тебя с собой Уравнение с любовью Мартовские лужи покрыты хрустящим вафельным ледком И когда наступаешь на них Они аппетитно хрустят Лед рушится Вода выходит из берегов А припечет солнце В кристаллическом снегу Образуются едва видимые капилляры По которым течет ожившая кровь весны Первая талая вода В эти дни Мой друг объявил мне О своем намерении жениться Я ожидал, что теперь У него начнутся дни счастливых восторгов Но мои ожидания были обмануты С моим другом стало твориться Нечто совсем иное Характер его испортился Он стал сосредоточенным Настороженным и подозрительным Ты решил жениться, спрашиваю я Да, но... Что но, если решил? У нас сосед женился на дочери проводника И что с проводником? У него язва, но не в этом дело Дочь сбежала от нашего соседа Прихватив семейные реликвии Вот, женись после этого Да ты не думай о язве То есть о дочери проводника, говорил я Или твоя невеста напоминает тебе Мой друг не дал мне договорить Он замахал руками Его лицо покрылось снегом Потом озарилось огнем Он сказал Ты мог такое подумать Она само совершенство Но ты же сам начал Замолчи Если бы ты знал, как я ее люблю Тогда женись и женюсь В его голосе звучала такая решимость Что мне показалось, сейчас он запряжет тройку И как лихой гусар помчится похищать свою с ужина Не тут-то было На следующий день он явился ко мне с лицом зеленым Как молодая травка Она ходит в бассейн Убитым голосом сказал мой друг Очень хорошо, воскликнул я Пусть закаляется Закаляется Молодую травку Сменил снег А ты знаешь, что в бассейне плавают мужчины? Ну и что? На улице тоже попадаются Мужчины Мой друг покачал головой Его глаза погасли Если бы она меня любила Она бы не ходила в бассейн Но бассейном Дело не кончилось Через несколько дней Мой друг прибежал ко мне поздно вечером Его руки тряслись Сейчас по телефону она назвала меня Толей Моего друга звали Колей И что? Недоумевая спросил я Значит, у нее есть какой-то Толя Он у нее все время на уме Может быть, она во сне шепчет его имя Толя Не знаю, не слышал Но каждый человек может оговориться Оговориться Но она же не назвала меня Сережей А тебе было бы легче Мой друг посмотрел на меня тяжелым взглядом И ничего не сказав, ушел Мне стало не по себе Я не знал, что делать Жалеть его Или ругать И чем я мог помочь ему Мартовских луж становилось все больше Каждая ямка, выбоинка, впадинка Заполнялась водой Лужи как бы закрывались на ночь И распахивались днем Ледок уже не трещал под ногами Его растапливало солнышко А мой друг Метался от одного к другому Он исповедовался перед всеми знакомыми И каждый раз заканчивал свою исповедь вопросом Вы думаете, она меня любит? Однажды Мое терпение лопнуло И я сказал Нет, не любит Вот видишь Мне показалось, что друг обрадовался Но в следующее мгновение На меня стала надвигаться грозовая туча Он угрожающе посмотрел на меня Метнул молнию Но это еще больше подогрело меня И я сказал Ты надоел ей своим нытьем Если хочешь знать Она любит другого Толю или Сергея Я хватил лишку На моих глазах Коля съежился Сник И как бы превратился в тень Эта тень Бесшумно переступила порог моего дома И растворилась в дымке Теплого мартовского дня Потом я узнал Что он поплелся К предмету своей любви Тане Для последних объяснений И мой лучший друг Это я Говорит, что ты меня не любишь Сказала тень моего друга К предмету своей любви Дурак твой лучший друг То есть я Ответила Таня Нет, он тонкий человек Он почувствовал Но ведь чувствовать должен ты По-моему, ты просто болен Да, я болен Я болен страшной болезнью Которой называется Неразделенная любовь Таня покачала головой И ничего не сказала Ой, эти мартовские лужи Когда с них сходит ледок То начинает казаться Что они наполнены Синей водой Неестественно синие Для простых городских луж Их множество И сливаясь вместе Они образуют Огромное синее море Мой друг шел Не разбирая дороги Он тонул В этом синем городском море И тут Перед ним возник мальчишка Что стоял на сухом асфальте Как на берегу Губошлепый Лопоухой С редкой челкой на лбу С носом Который нырнул у переносицы А вынырнул у самого кончика А рядом На сером асфальте Белели только что написанные слова Коля плюс Таня Равняется любовь Мой друг наткнулся На мальчишку Потом прочитал На асфальте Уравнение с любовью И мрачно спросил Ты написал Я А что Кто тебе сказал Очень строго Спросил Коля Сам знаю Отозвался мальчишка И в его глазах Заискрилось Какое-то Дразнящее веселье Он переступал С ноги на ногу И его ботинок Мокрый и грязный Мальчишеский ботинок Очутился на слове Любовь Мой друг Поморщился Выдумаешь Глядя на солнце Сказал мой друг Ничего не знаешь А пишешь Ты меня знаешь? Не знаю Чего же ты пишешь Если не знаешь меня С упреком Спросил он мальчишку Вас не знаю А про любовь Знаю В голосе мальчишки Звучала такая уверенность Что у Коли Перехватило дыхание Он через силу сказал Может быть Нет любви Есть Точно Есть Ты так думаешь Знаю Раз пишу Мой друг Внимательно посмотрел В глаза мальчика В них разлилась Та же свежая Непередаваемая Синева Что в мартовских лужах А зрачки Лучились Двумя крохотными Черными солнышками Коля Потер кончик носа Ладонью И сказал Спасибо За что? Удивился мальчик За любовь Мальчик захихикал И мой друг Сам не понимая Почему Тоже захихикал Он смеялся От нахлынувшей легкости И вдруг Поймал себя На мысли Что то Что долго болело Неожиданно Перестало болеть И он никак Не мог сообразить Что же болело Это радостное Остальное ощущение Прошедшей боли Охватило моего друга Он Беспричинно Засмеялся И сказал Мальчишке Пошли Есть мороженое Пошли Охотно Согласился он И в первый раз Посмотрел на моего друга Серьезно Прикидывая в уме Шутит он Или в самом деле Собирается угостить Его смущало Что незнакомый человек Ни с того Ни с сего Угощает мороженым Они зашагали К перекрестку Где во все времена Года Продают мороженое Мальчик шел Легко подпрыгивая И мой друг Тоже подпрыгивал В такт ему Время от времени Они посматривали Друг на друга И начинали смеяться А ты прямо Оракул Сказал мой друг Мой сморщил нос Видимо что то Соображая И сказал Да нет Я не Оракул Я тихий Мой друг Купил по две порции Мороженого На брата И они пошли дальше Им обоим Не хотелось расставаться Мальчишке Потому что его По-царски Одарили мороженым Другу Потому что он Неожиданно Излечился От страшной Человеческой болезни От сомнения Они шли в ногу Не разбирая дороги Расплескивали Голубую воду Мартовских луж И обоим казалось Что они Как два гулливера Большой и маленькой Шагают по морям Сокрушая Флот Ненавистных Лилипутов Расплескивает по морям Расплескивает по морям Чтобы закубить «Мосерия» Расплескивает по морям